Здравствуйте! Это международные новости в студии Инесса Буланкова. Прямо сейчас вы узнаете о событиях этого дня. Коротко о главном. При разработке текста «Клятвы» для получения российского гражданства изучат присяги США и Голландии. Робоспасатели или дроны спешат на помощь. Врачи будут спасать жизни пациентов с помощью дронов. В Казахстане появился донор-рекордсмен. 45 лет он сдает кровь во имя милосердия. При разработке текста «Клятвы» для получения гражданства России изучат присяги США и Голландии. Об этом пишет газета «Известия». Как заявили изданию депутаты, итоговый текст присяги должен быть динамичным и легко запоминаться, как клятва пионера или присяга военнослужащего. Однако в российском варианте «Клятвы» не должно быть лишнего пафоса. Обсуждению также подлежит не только текст «Клятвы», но и обстоятельства, при которых она будет произноситься. Мы планируем обсудить, как проводить присягу, чтобы человек лично и публично это осуществлял. Нужна ли при этом торжественность, кто должен присутствовать, нужно ли потом это публиковать. Кроме того, мы изучили опыт других стран и на заседании рабочей группы рассмотрим присяги других государств в США и Голландии. Например, сказала глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крошенинников. Напомню, 6 июня президент России Владимир Путин предложил при получении гражданства приносить присягу или клятву. Врачи будут спасать пациентов с помощью дронов. Технологию тестируют в США. В Нью-Джерси пробуют систему доставки медикаментов и даже дефибрилляторов в отдаленные районы. Речь идет о ситуациях чрезвычайных, когда дело касается сердечного приступа и счет идет на минуты. «Идея в том, что дрон, оборудованный дефибриллятором, прибывает через несколько минут после звонка в 911. Время реагирования можно сократить на 75%, а это очень много. Мы же пытаемся спасти жизнь. Накануне деньги, а жизнь человека». Мировая статистика показывает, остановка сердца – самая распространенная причина смерти в мире. На этой неделе в журнале Американской медицинской ассоциации вышел отчет по результатам тестирования дронов. Согласно нему, беспилотные аппараты прибывали к пациентам с сердечным приступом почти на 17 минут быстрее, чем машины скорой помощи. В Казахстане появился легендарный донор. Во имя милосердия алматинец Александр Скаковский издает кровь уже 45 лет, передает телеканал «Мир24». «На сегодня мной произведено 1062 донации, что составляет в общем объеме порядка 580 литров крови. Действующим донором я остаюсь и по сей день». Специальную премию учредили в рамках ежегодной акции по сбору крови. В честь ее десятилетия в Алматы организовали флешмоб, в котором участвовали 100 студентов. Молодые люди выстроились особенным образом, изображая капельку крови и цифру 10. Праздник в Алматы посвятили Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. В Сибири состоялось масштабное спортивное событие, объединившее людей разных национальностей и взглядов. Организатором турнира по парковому волейболу выступила Церковь евангельских христиан-баптистов «Антиохия». Это уже пятый по счету турнир, прошедший в Чите в таком формате. Подробности в следующем сюжете. 12 июня на стадионе «Тэмп» прошел турнир по парковому волейболу. Организатором данного мероприятия выступила Церковь евангельских христиан-баптистов «Антиохия». Это уже пятый по счету турнир, прошедший в Чите в таком формате. Ежегодно он собирает команды, представляющие разные организации города. Для нас этот год выдался таким непростым. Это испытание для нас, как организаторов турнира паркового волейбола. Поскольку неожиданно для нас состав участников увеличился практически вдвое. Это приятная неожиданность, но в то же время это испытание. Надеюсь, мы с честью его выполним. В этом году в турнире приняли участие 31 команда. Некоторые организации выставили не одну команду. Так, от администрации города участвовало две, а региональный МЧС представило четыре. Этот турнир можно назвать знаковым еще и потому, что расширилась география его участников. Впервые на нем выступает команда из районов края, команда из поселка Горный, Дровяная и Улеты. Мы представляем команду Рубин. Мы очень рады, что ежегодно проводятся эти соревнования, потому что участвует здесь много команд и можно побороться. Очень хорошо игры организованы, хорошие площадки, хорошие призы были в том году. В этом году, надеемся, тоже достойные соперники и очень хорошая борьба. Всем желаем победы. Пусть победит сильнейший. В России разрешено присуждать ученые степени кандидата и доктора теологии. Вступил в силу приказ Миноборнауки, согласно которому в России появятся кандидаты и доктора теологии, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева. Об этом сообщает Благовест.Инфо. 14 июня 2017 года окончательно подписан Минюстом приказ о том, что теология имеет право быть, сказала Васильева в среду на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве». Поэтому, как подчеркнула министр, вчера был поистине исторический день. Научная специальность «Теология» появилась в России еще в 2015 году, однако специальных ученых степеней для теологов не предусматривалось. Исследователям, которые защитились в рамках этой специальности, в настоящее время присваивают степени кандидатов и докторов философских, исторических, филологических, педагогических, социальных наук и культурологии, в зависимости от того, какие аспекты затронуты в их работе. Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ на заседании 30 марта рекомендовал продолжить работу по формированию научной отрасли теология с возможностью присуждения ученых степеней, кандидата теологии и доктора теологии. Католический храм снесли в городе Сиди-Муса, близ столицы Алжира, чтобы освободить место под мечети и медресы, сообщает христианский портал Инвиктори. Власти приняли такое решение под предлогом ветхости здания и угрозы его обрушения. Ранее рядом с этим городом снесли еще одну католическую церковь, а другую в городе Джиджеле. Конституция Алжира гарантирует свободу вероисповедания, но при этом закрепляет за исламом роль государственной религии. Она также запрещает госструктурам вести деятельность, противоречащую исламским нормам. Путин объяснил, как в России после коммунизма возродилась православие. Возникший в России после крушения коммунизма вакуум мог быть заполнен только религией, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, передает РИА Новости. Во вторник на американском телеканале Showtime была показана вторая из четырех серий фильма Стоуна, основанного на интервью с Путиным. Российский лидер отметил, что не считает возрождение православия в стране своей заслугой. «Это не я сделал, это сделал сам русский народ», – сказал президент. По его словам, этот ренессанс был связан с тем, что коммунистическая идеология прекратила свое существование и реально возник вакуум. И он не мог быть заполнен ничем иным, кроме как религии, считает Владимир Путин. Членом Папской академии в защиту жизни назначен богослов, выступавший за аборты. Как пишет Интерфакс, известный британский богослов из Оксфордского университета Найджел Бигар оказался в числе 45 новых членов Папской академии в защиту жизни. По данным британских СМИ, ранее профессор Бигар заявлял о допустимости абортов в течение первых 18 недель беременности. «Существует доказательство того, что примерно к этому сроку появляются признаки активности мозга, а значит, и сознания», – отмечал он в одном из своих интервью. Папская академия в защиту жизни была основана папой Иоанном Павлом II в 1994 году для разработки и популяризации научных исследований в области основных проблем биомедицины и права, относящихся к поддержанию и защите жизни и касающихся христианской морали. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, а также на сайте, который в данный момент вы видите на своих экранах. Я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин